Очередные поправки в бюджет округа Мурам сегодня внесли депутаты городского совета. Кроме этого, на заседании, состоявшемся сегодня, они утвердили новый порядок предоставления муниципальных помещений нуждающимся гражданам и размер платы за наим жилья. Подробности в сюжете. За четыре месяца текущего года городская казна претерпела изменения. На сегодняшнем совете начальник финуправления Ольга Болнова доложила о размерах субсидий, поступивших в бюджет. Прежде всего, дополнительное финансирование школ – это плюсом 5,4 миллиона рублей. Переселение граждан из аварийного жилья – 14,9 миллиона рублей. На дороге выделяется 29,6 миллиона рублей. Приобретение спортинвентаря и организацию спортивной подготовки для наших муниципальных спортивных школ – 16,3 миллиона. Формирование комфортной современной среды – 49 миллионов. Реконструкция системы водоснабжения – 30 с лишним миллионов рублей. На 7 миллионов рублей будут приобретены музыкальные инструменты для учреждений культуры. Кроме того, Ольга Болнова официально объявила депутатам, что за счет бюджета округа Мором будет восстановлен стадион «Гастелло». На его реконструкцию заложено около 14 миллионов рублей. К слову, работы, предваряющие масштабный ремонт, на стадионе уже начались. Не менее важный вопрос на повестке сегодняшнего заседания касался утверждения порядка предоставления жилых помещений гражданам по договору коммерческого найма. Теперь этот процесс будет строго рекламентирован. В принятом положении указан перечень необходимых документов, описана сама процедура, порядок и сроки. Названа и категория граждан, которым в первую очередь должно быть предоставлено жилье. Граждане, в которых заинтересован округ Мурмы, это врачи, спортсмены, художники, работники культуры и социально незащищенные категории. Это лица, которые пострадали от действий так называемых черных риэлторов, люди, которые пострадали, жилые помещения которых пострадали в результате пожара. Лица, которые у нас состоят на очереди нуждающихся, но не имеют жилых помещений на территории округа для проживания и имеют право снимать жилое помещение по договору коммерческого найма, пока не подойдет очередь. Следующим решением депутаты установили размер платы за наем муниципальных жилых помещений. Раньше, если мы брали среднюю цену одного квадратного метра на вторичном рынке жилья, это для сравнения, в муниципальном образовании, то теперь предлагается брать ее на территории Владимирской области. Окончательный размер платы рассчитывается с помощью коэффициента. Всего их шесть видов. Самый низкий применяется к домам без благоустройства. Самый высокий – к квартирам в домах с лифтами, мусоропроводами и индивидуальным отоплением. Ольга Килешина, Александр Барсуков. Новости Муром.